МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Илза Лиепа – балерина, актриса театра и кино, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска». Родилась в семье драматической актрисы Маргариты Жигуновой и прославленного танцовщика Мариса Лиепы. Окончила Московское хореографическое училище, затем была принята в труппу Большого театра. Наряду с партиями на сцене Большого Илза принимала участие во множестве ярких проектов и за пределами театра. В их числе возрожденные спектакли из знаменитых русских сезонов Сергея Дягилева. Ещё одним знаковым для балерины события стало сотрудничество с хореографом Роланом Пети. Илза Лиепа и Николай Цискоридзе исполнили ведущие партии в его постановке «Пиковой дамы». На сегодняшний день Илза активно занимается общественной, благотворительной и педагогической деятельностью, помогая раскрывать таланты юных танцовщиков. Сегодня очень крупное мероприятие под названием «Всероссийский театральный марафон». Ему будет дан старт во Владивостоке. И вообще начинается год театра в России, который для многих связан с большими ожиданиями. Есть ли у вас какие-то личные ожидания относительно российской культуры в этот год театра? Невероятно приятно, что целый год посвящен вот такому направлению, театральному искусству. Это, безусловно, создаст атмосферу внимания, интереса к театру. Театр – искусство, имеющее возможность доходить до души человека. И тем более до души ребенка, если это театр для детей. Поэтому хочется надеяться, что будет создано или будет привлечено внимание к таким особым, качественным, гармоничным проектам для детей. Потому что театр несет на себе еще и воспитательную функцию. Поэтому очень хочется, чтобы он занял то место, которое он может и должен в нашей стране играть, в нашей стране, негде, которое богато такой историей, таким искусством выдающимся. Поэтому просто очень хочется, чтобы как можно больше людей окунулось в этот мир театра, в этот мир, в котором я и моя семья живет уже не в первом поколении. Открыл для себя много интересного. Открыл для себя, что театр должен присутствовать в жизни каждого человека, что его не заменит ничто, ни кино, ни телевидение, ни интернет. Потому что театр – это живое общение человека с человеком. Это энергетика прежде всего. Поэтому очень хочется, чтобы это не прошло незамеченным. И то, что сейчас происходит в Владивостоке, то, что такое внимание и прессы, и общественности привлечено к этому событию, к началу этого марафона, с которым мы будем жить целый год. Мне очень-очень радостно. И очень рад, что я сегодня здесь, в Владивостоке, в таком удивительно интересном месте. Как-то, знаете, очень чувствуется, что город в каком-то молодом состоянии, в состоянии роста, в состоянии открытий. Поэтому я очень радуюсь за вас и за то, что мы будем жить целый год в пространстве театрального волшебства. Сейчас у вас будет встреча с юными танцовщиками, которые являются воспитанниками здешнего филиала Ваганского училища. Говоря о своем детстве, вы часто акцентировали внимание, что встречи со многими интересными людьми, которые были вхожи в ваш дом, очень сильно повлияли на ваше восприятие жизни, будущей профессии. Вот сегодня вы будете таким человеком, который встретится с молодыми талантами. Как вам кажется, насколько значительная вот такая встреча молодого, молодой юной души и взрослого человека, талантливого, насколько серьезную роль она может сыграть в дальнейшем? Она может сыграть очень большую роль. Мы знаем из жизни многих интересных и состоявшихся людей, как какая-то встреча, какой-то фильм, какой-то, не знаю, какой-то жизненная ситуация, абсолютно может изменить судьбу. Поэтому у меня есть возможность рассказать молодому поколению те нюансы профессии, которые мне Господь открыл, и которые Господь открыл и моему отцу. Он смог передать это нам с моим братом Андресом. И то, что мы можем сейчас рассказывать и артистам, с которыми мы встречаемся в работе, и, конечно, ребятам, потому что профессия сложная, профессия очень короткая, да, нужно очень много успеть, нужно очень быстро успеть состояться как личность. Особенно важно донести до ребят, что надо развиваться, надо читать, надо интересоваться многими вещами в пространстве искусства разными-разными вещами, и что то, что ты получаешь в школе, в академии, это только маленький толчок для твоего самообразования. Если это будет услышано, если они это смогут понять, тогда есть надежда, что наше последующее поколение, что наше завтра в пространстве балет будет по-прежнему на недосягаемой мировой высоте. КОНЕЦ Снова возвращаясь к теме театра, расскажите, какой театр вы сегодня цените как зритель? Понятно, что профессионально вы реализовали себя и на сцене и музыкального театра, и драматического театра, а из зрительного зала. Я ценю человеческий театр, театр, где есть его величество актер, театр актерский, не режиссерский, не там, где режиссер использует театральное пространство для того, чтобы удивить, быть замеченным хоть как-нибудь, а театр, который трогает, который оставляет глубокую память на всю жизнь. Вы знаете, мне так было ценно, когда я с моей дочерью просто от то, что называется, случайных людей, таксист, который вез нас, и вдруг была какая-то минута, и он говорит, вы знаете, я видел вашего отца в «Спартаке», и я не могу этого забыть до сих пор. И то, что это услышала моя дочь, и то, что это говорит просто человек, просто человек, который однажды встретился с гением, однажды встретился с большим искусством, так же, как для меня такие встречи были. Это очень ценно, что вот это так происходит. Я не могу забыть мои встречи как зрителя когда-то с творчеством Майи Михайловны Плесецкой, когда я увидела ее еще девочкой, учащейся в хореографическом училище. Я не могу забыть каких-то драматических откровений на сцене Ленинградского театра БДТ, когда играл Стрижельчик в одном из своих прекрасных спектаклей. Я не могу, конечно, забыть спектакли моего отца. Вот мне повезло в этом смысле, да, у меня есть такие зарубки, которые ставят для меня высокую очень планку отношения к театру и высокую планку качества. Мышл слово «качество» не очень здесь подходит, но уровня спектакля и исполнительского мастерства, которое хочется видеть на сцене. Вот, поэтому очень хочется, чтобы и сейчас театр был таким же поражающим, открывающим, удивляющим. Ваша дочь Надежда с самого, практически своего рождения соприкасается с балетным миром. Сейчас она уже достаточно подросшая девочка. Проявляет ли она интерес к этому как в будущей профессии? Она серьезно занимается, иначе быть, наверное, не могло. А дальше мы посмотрим, как будет складываться жизнь. Спасибо вам за этот разговор. Спасибо. Спасибо.